Девушки отдыхают Вместе с напарником он спускается с трассы в придорожные заросли Они видят пробитый пулями микроавтобус и три обледенелых тела на красном снегу Заглянуть в салон мужчины не решаются Возвращаются в своей машине и вызывают милицию С нами же выехала следственная оперативная группа Четыре убитых тела в самом микроавтобусе Такой массовой расправы над коммерсантами в Бурятии не было Даже в жестокие 90-е Убито семь челноков Было очень много крови Почему челночный бизнес по-прежнему смертельно опасен? Сколько стоит жизнь коммерсанта? И кому понадобилось вершить кровавый суд на ледяной сибирской трассе? 30 января 2010 год Бурятия Город Закаменск Суббота От площади центрального рынка отъезжает микроавтобус За рулем рахатбек Жакыпов В салоне второй водитель и пять женщин Обычная поездка, потому что мы уже к этому настолько привыкли Каждую неделю закаменские челноки выезжают за товаром в Иркутск Торговля – единственный способ выжить и прокормить свои семьи Ранее в Закаменске градообразующим был фрамо-молебденовый комбинат, который закрылся Работы нет В советские времена в Закаменске располагался секретный завод, который производил лучшую в мире сталь Горняки получали столько, что могли позволить себе поехать за продуктами в Улан-Удэ на такси А это 500 километров от города В 96-м завод закрылся Сократили 20 тысяч человек Рабочие стали добывать металл нелегально И тогда было принято решение – шахты затопить Мужчины лишились последних заработков Ответственность за семьи взяли на себя женщины Зарабатывать быстро и много им позволил челночный бизнес Труд этих женщин был очень тяжелым Учитывая наше расстояние тысячи километров, которые приходилось им преодолевать и привозить товар В 90-е в челноки шли врачи, учителя, инженеры и даже артисты Певица Ирина Салтыкова несколько лет зарабатывала на жизнь в торговле И ребенок на плечах, и муж как ребенок И денег не хватало Поэтому работала с утра до вечера Физически очень сложно Не женская эта работа Будущая поп-звезда в центре Москвы продавала сигареты и жвачку Надо было купить палатку, купить товар на рынке Есть оптовые рынки Привезти его туда и торговать Бизнес крышевали охранники ее мужа, певца Виктора Салтыкова После развода дело пришлось свернуть Однако за два года нехитрой коммерции Ирина заработала себе «Жигули» Это был ее первый автомобиль Я купила себе сразу машину, восьмерку Правда, не новую, но уже хорошо И кайфовала В Закаменске с 90-х ничего не изменилось Нищенские зарплаты заставляют людей идти на рынок Нурья Менгалеева хоть и работала в администрации города, но получала всего 5000 рублей Я вообще натруженца Никогда она не ходила, не плакала Не плакала, и когда после рождения больной дочери ее бросил муж На руках осталось двое детей Старшему необходимо образование Младший – дорогостоящее лечение Отставание в развитии у меня И со мной уже 12 лет А сама она как 7-летний ребенок На лечение дочери требуются огромные средства Рассчитывать матери-одиночке приходится только на себя Мать ее всегда лечила, увозила В санатории Постоянный курс лечения И Нурья пошла на рынок Открыла собственную точку Наладила торговлю Целыми днями стояла в холодном павильоне Ездила в рискованные поездки за товаром Нищены, они вообще, на мой взгляд, более стойкие И как-то они хотят, я думаю, для своих детей лучшего будущего Ввиду чего они тягают В сумке весом, наверное, самих себя Бросил меня Ты бросил меня Солистка популярной в 90-е группы «Стрелки» на сцену попала прямо из-за прилавка С 14 лет Екатерина Кравцова была вынуждена торговать на рынке Просто в моей семье произошла, как бы, ну, такая маленькая семейная трагедия Разошлись папа с мамой В начале 90-х родители Екатерины возили товары из-за границы Хорошо раскрутились Купили квартиру в центре Москвы А потом прогорели на крупной партии товара Потеряли 150 тысяч долларов Отец Кати ушел из семьи Квартиру забрали за долги Мама очень тяжело это переживала Единственное, что я придумала, как ей помочь Траговать на рынке От бизнеса родителей осталась небольшая партия обуви Катя начала продавать ее на рынке ЦСКА Заработала неплохие деньги Сняла квартиру Вылечила маму Вновь наладила семейное дело Я отработала там лето И в августе я уже купила там контейнер Я со слезами на грозах уходила в школу И говорила, что я не хочу больше учиться Я хочу работать Через два года жизнь Екатерины Кравцовой Снова круто изменилась Она прошла кастинг в группу Стрелки И стала новой российской поп-звездой О своем челночном прошлом Радистка Кэт Так зовут Катю на сцене Вспоминает с неохотой И вряд ли готова повторить этот опыт Я думаю, что ничего не изменилось С момента 90-х Такие же правила, я думаю, что и сейчас В регионах, думаю Такие же волчьи законы Кто кого первый сожрет На центральном рынке Закаменска Нурия Менгалеева проработала 10 лет Вместе с ней торговал младший брат с женой А за соседним прилавком стояла Альбина Полякова С ней Нурия была знакома еще со школы Буквально год назад она покупает место Вот на рынке, где торгуем мы И Нурия торговала Альбина, как и Нурия, тянет двоих детей Их старшие сыновья – ровесники Обоим по 22 года Только Дима, сын Нурии Уезжает на заработки в Норильск А Андрей пытается наладить Собственный бизнес в родном Закаменске Покупает микроавтобус И начинает возить челноков в Иркутск Он был немногословен Тихий парень, едет свою работу, делает Челночная бригада формируется быстро К Нурие присоединяются подруги Продавщицы местного торгового центра Вместе с ними – учительница начальных классов Анна Михалева Я даже говорила с Анной на эту тему Что ты и работаешь в школе Ты и торгуешь Даже не сама, а вот именно Возишь товары Как ты все успеваешь? В рейс челноки отправляются в субботу вечером Утром в воскресенье приезжают на место Закупают товар и сразу обратно В понедельник надо успеть на работу С Андреем Поляковым женщины сработались Больше трех лет регулярно ездили за товаром За перевозку Андрей просил столько же, сколько и другие водители в Закаменске Они ему платили 2000 рублей, но в то же время он убрал еще за грузом место Главное в дальней поездке – тепло и комфорт Женщины, годами мотавшиеся по сибирскому бездорожью, его особенно ценили Это сейчас нам проще стало ездить на машинах А раньше ведь они ездили на поездах Тогда их не пускали в поезды То есть они эти сумки на себе таскали Возить товар в поезде было не только физически тяжело, но и крайне опасно В 90-е Челнаки постоянно оказывались жертвами железнодорожной мафии 13 сентября, 95-й год Москва, Белорусский вокзал Поезд Москва-Варшава Большинство пассажиров – Челнаки При всех крупные суммы в иностранной валюте Этот поезд, он удобный, что те Прибывает утром, местом назначения в Варшаве За день они не успевают закупить товар И вечером он возвращается, отправляется уже из Варшавы на Москву Перед самым отправлением в поезд заходят четверо мужчин Одеты они, что называется, с иголочки Летов у них не было Ну, в общем-то, это несложно Кто-то отвернулся из проводниц переговаривать с коллегой В это время вошли Когда состав трогается Нарядные безбилетники являются в вагон начальника поезда Начальник поезда женщина была Бандиты вежливо представляются Московский железнодорожный рэкет Удачи Она, естественно, была напугана С трудерским поведением таких людей Двое преступников блокируют тамбур Еще двое заходят в купе Угрожают оружием И требуют по 100 долларов с каждого челнока Челночили тогда в основном женщины Поэтому, в общем-то, было проще расстаться с деньгами Чем со своим здоровьем и с жизнью Чтобы беспрепятственно открывать вагоны Бандиты заранее обзавелись специальным ключом Готовились и не заранее, а не основательно Они, можно сказать, еще и бравировали Вот тем, что они так ловко все придумали Пройдя 8 вагонов Рэкетиры обчистили 280 челноков Собрали 28 тысяч долларов Хотелось больше Но в 9 вагоне Их идеальный план Дает сбой Народ начинает роптать Возмущаться Собирались уже Несколько крепких мужчин в группу У преступников сдают нервы Они срывают стоп-кран Останавливают поезд И уходят в лес Освободившись, начальник поезда Сообщила по рации машинистов Об этом стало известно и милиции В поиске преступников задействуют даже вертолеты Но с воздуха налетчиков обнаружить не удается Рэкетиры разбиваются на две группы И пробираются вдоль путей к пригородным поездам Подержали их в тот же день В общем-то были подняты на ноги Многие наряды И железнодорожные работники Суд признал криминальный квартет Виновным в разбое Бандиты получили от 8 до 9,5 лет лишения свободы О нападении на поезд челноков Писали все российские газеты Такого дерзкого налета на пассажирский состав Не было со времен гражданской войны В Закаминск киргизы и братья Жакыповы Приехали год назад Почти сразу открыли семейный бизнес Купили микроавтобус И предложили свои услуги местным челнокам Подсаживали к себе других индивидуальных прим За более низкую цену Чтобы оправдать затраты на свою дорогу Жакыповые не только берут меньше за поездку Они не требуют плату за количество сумок Так называемое грузоместо Кроме того, помогают женщинам таскать тяжелый товар Угощают чаем И дают в дороге теплые пледы Теперь Нурия с подругами Ездят за товаром только с Жакыповым Конкуренция, но есть конкуренция Каждый предприниматель вправе выбирать Кому он отдает предпочтение Местные водители объявляют приезжим конкурентам войну Сначала Жакыповым в бензобак подсыпают сахар Машина на неделю выходит из строя А вскоре разбивают лобовое стекло И бросают в салон горящий факел Стекло разбили, да типа бензин и брызнули Что-то наружу машина же не горела Она только внутри сгорела По городку ползут слухи Это Поляков мстит конкурентам Сам Андрей утверждает Все это клевета Было сказано, что представляете, она меня говорит, думает, что это я сжег Мой шлях позмущается В милицию братья не заявляют Чинят свой микроавтобус и продолжают работать 30 января отправляются в очередной рейс Они не знают, что он станет для них последним 30 января, 2010 год Бурятия, суббота, 8 часов вечера От Закаменска микроавтобус отъезжает 100 километров Начинается извилистая дорога 33 поворота Так называют ее сторожилы За крутым поворотом на обочине стоит машина с включенной аваритой Водитель голосует Пытается привлечь внимание проезжающих автомобилей Рахатбек Жакыпов останавливается Водитель вышел, чтобы поинтересоваться в связи с чем остановили Когда Рахатбек направляется к припаркованной машине Раздается выстрел Жакыпов падает Пуля попадает ему прямо в сердце Убийца снова стреляет Теперь в стекло микроавтобуса После этого уже был убит второй водитель Из темноты появляются еще двое Преступники входят в микроавтобус И наставляют на пассажиров обрез Там в основном спять женщин Полагаю, что были в панике Но ружье дает осечку Еще осечка Недолго думая, преступники достают нож Женщину убивали в салон-салоне микроавтобуса Порезали его все После этого бандиты отгоняют микроавтобус с дороги В ложбине в трехстах метрах от трассы Они вытаскивают из машины трех убитых И начинают их обыскивать В этот момент одна из женщин Нурья Мингалеева приходит в себя И пытается добраться до водительской двери Сбешенные бандиты хватают ее за ноги И кидают на землю Палачи буквально искромсали женщину ножами Убив последнего свидетеля Преступники скрываются с места зверской расправы Никто уже не узнает Оставался ли в машине еще хоть кто-то живой В любом случае 40-градусный мороз Не оставил никому никаких шансов Утром в понедельник, два дня спустя Коллеги и родственники забили тревогу Братья Жакиповы и их пассажирки Должны были уже вернуться в Закаменск Первой забеспокоилась двоюродная сестра Нурьи Двоюродная сестра Нурьи Позвонила, говорит, ее так и нет Вот тогда-то мы на самом деле уже забеспокоились Пропавших челноков ищет весь город Первым вызывается помочь Андрей Поляков Он лучше других знает маршрут группы Помнит все привычки пассажиров, места их остановок Вместе с родственниками он прочесывает трассу Ходил вдоль дороги, смотрел, куда могла машина повернуть Там действительно какие-то следы протекторов и так далее рассматривал 2 февраля, 2010 год, вторник В поисковые рейды выходят все свободные машины Закаменск Проезжая Тарийский луг, водитель одного из автомобилей Замечает в низине белый микроавтобус И когда они подбежали, они увидели первое Здесь лежала Нурея, ее как бы сразу видно было Она была в красном лыжном костюме Самат Тусназаров в поисках жены Проехал больше тысячи километров Без результата Днем 3 февраля ему позвонили из милиции Когда добирался на место трагедии, еще на что-то надеялся Я сам был там, видел свои глаза Это вообще страшно Основная версия следствия – разбойное нападение с целью грабежа Предприниматели ехали закупать товар При себе имели крупную сумму денег И в связи с этим проверялись на причастность лица Которые ранее судимы за аналогические преступления За разбойное нападение, за те же убийства Но детальный осмотр места происшествия эту версию не подтверждает В машине оперативники находят 180 тысяч рублей Своих жертв преступники даже толком не обыскали Взяли золотые украшения из потерпевших Или взяли сотовые телефоны Мы толком на мышцы, что иные мотивы также присутствовали Появляется другая версия – устранение конкурентов Она и приводит следователей к неожиданной развязке Водители этого микроавтобусца были конкурентами Тому человеку, который их убил Следователи допрашивают всех, кто возит челноков, закупать товар в Иркутске Водители, выезжавшие в рейс 30 января, рассказывают Что в тот вечер из-за Каменска отправился и микроавтобус Андрея Полякова Видели? Человек 8 нас видел Я в том числе видел его на дороге Вечером в субботу Поляков собирался отмечать свой день рождения В тот день всем предпринимателям сказал То, что он не будет выезжать, будет находиться дома Однако кассир придорожного кафе на трассе за Каменску-Лан-Удэ Утверждает, что видела Полякова вечером в субботу Андрей к нам заезжал кушать Дальше заехали челноки Становится очевидно Вечер убийства Поляков выезжал из города И следовал по маршруту челноков В среду, 3 февраля, его арестовывают Были установлены то, что у него имелись мотивы При задержании он дал свои пояснения и признательные показания Вот здесь Поляков сразу называет сообщниками Один из них – его младший брат Ученик 11-го класса Другой – одноклассник брата У всей компании давние счеты с приезжими киргизами Они раньше участвовали в поджоге этого автомобиля В принципе о целях и намерениях старшего не знали И были готовы во всем ему помочь Говорил, что надоели мне эти киргизы Вообще их валить надо Пока Поляков дает признательные показания в Закаменске Его подельники пускаются в бега Их задерживают в Улан-Удэ Оба подростка сразу же раскалываются Какая сумочка была? Черного цвета Вот такая вот небольшая сумочка Классный руководитель младшего Полякова До сих пор не может свыхнуться с мыслью Что ее любимый ученик – хладнокровный убийца Для себя я нашла объяснение Хотя бы для себя Что он боялся брата старшего На другого объяснения я не могу найти Да и какое может быть объяснение тому Что почти ребенок зверски расправляется с женщинами Одна из которых находится на пятом месяце беременности Я накануне с ним разговаривала в пятницу Вот такие синие глаза открытые И в субботу он пошел Я не могу, я как вспомню эти глаза Я не могу Вы понимали, что сюда едете-то убивать людей этих? Нет Малолетки признались На убийство пошли ради денег Из микроавтобуса они вынесли 70 тысяч рублей При задержании у младшего Полякова Нашли только 19 А что за сумочка? Женская? Женская сумочка Там еще деньги нашли Здесь стоял пакет черный Сюда сваживали Так, ты сходи пакеты? Здесь в машине На вопрос, а где остальное? Он сказал, вот я купил себе брюки А почему брюки? А те были в крови Вот я купил себе кроссовки А почему? А на них была кровь Вот я купил сотовый телефон Несмотря на признание подозреваемых Не все в городе верят Что преступников было только трое И что организатором убийства Был именно Андрей Поляков Думал, что он, скорее всего, с криминалом поехал Может, даже сам не участвовал В машине сидел Сомнения есть и у родственников И у друзей погибших женщин Как могли три юнца Так быстро расправиться С осторожными И крепкими челноками? Активное телосложение Встроенные женщины Решительные очень Почему все-таки Мне удалось От этих преступников Как-то отбиться от них Мать братьев Поляковых Не верит в то, что ее сыновья Жестокие убийцы Старшего Она защищает Особенно Рьяна Впрочем, поверить в невиновность Старшего Полякова Трудно На допросах Он спокойно И последовательно Выкладывает подробности От которых Даже у видавших виды следователей Кровь стынет в жилах При даче показаний Обвиняемых Сказал, что у женщин Которых он уже резал ножом Он спросил его о пощаде Он смотрел ему в глаза И убивал Отношение ко всем Поляковым В Закаменске Теперь как к родственникам Чикатило Мать братьев убийц Боится выходить Из собственного дома Ее выгнали с рынка Перебили все стекла на террасе Охранять женщину Приходится милицию Милиции! Не, у вас все нормально, нет? Все нормально у вас Но даже милиция Не поможет Альбине Поляковой Жить в городе В котором ее дети Сделали сиротами Других детей А от людской ненависти И собственной совести Не спрячет Даже самый высокий забор У погибших Осталось 12 детей Трое из них Теперь круглые сироты На руках у Самата Мужа Маши Тусназаровой Маленький сын Которого они Так долго ждали Она мечтала Только со мной жить Постоянно Вот это я знаю Любил очень Чтобы никто не мешал Вот так хотели Межить Дочь Нурии Алтану Теперь воспитывают Тетя с дядей Каждый вечер Перед сном Девочка Вспоминает маму Если бы я видела Маму во сне Я бы сказала Эту фразу Я люблю тебя Мамуль 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 Продолжение следует...